Привет, ютубчик! Привет, гости и подписчики канала! Сейчас у нас на очереди вот такая вот самоделка назревает. Отдали мне знакомые старый детский велосипедик. Вот такой мустанг он назывался. В общем, они хотели это все сдать в металлолом. Ну, в принципе, цены на металлолом весьма невысоки, поэтому я не думаю, что это сильно пополнило ихний бюджет. Ну, а мы попытаемся из вот этих обломков сделать что-то стоящее, дать ему вторую жизнь, чтобы он еще поездил. Вот. Ну, и предварительная идея сделаем самокат. Для начала сделаем обычный самокат, а там может даже электрифицированного сделаем электрический самокат. Вот в таком все это состояние. Вот. В принципе, я думаю, что это будет бюджетный проект самоката. Все вы можете найти на металлоломе или у своих знакомых где-то в гаражах такой же велосипед. Вот. И использовать его и сделать самокат. Поэтому остаемся на канале, смотрим, сопереживаем, участвуем, не переключаемся, не забываем поставить палец. Вот. И следим за проектом. Даем ему новую жизнь. Ну что ж, к делу. Вот. Конечно, того, что мы видим, для того, чтобы сделать полноценный самокат, нам не хватит. Поэтому идем по закромам, копаемся. по-любому в металлической мастерской всегда найдутся какие-нибудь обрезки, какие-нибудь запчасти. И из них мы и будем делать наш проект. Это нам пока отложим, не нужно. Добавим сюда вот это. Две трубы метровых 20 на 40. Еще кусочек. На всякий случай возьмем обрезок уголочка. Из-за кормов достанем амортизатор. Если у нас вот такой новенький. Ну и в принципе в принципе можно начинать. Сейчас начнем с того, что зарежем этот велосипедик. И попытаемся прилепить к основанию самоката задний мост, заднюю вилку. Смотрим, не переключаемся. Не забываем подписываться на канал. Как говорил кто-то из великих. Когда его спрашивали, как вы создаете свои великие скульптуры. Он говорил, я беру камень и отсекаю все лишнее. Мы пойдем тем же самым путем. Вот у нас появляется задняя вилка. И к ней надо каким-то способом сделать основание. Ну что-то типа такого. Для того, чтобы у нас в конечном итоге начал получаться наш самокат. На станочке размечаем и делаем отверстие под задний маятник. Пользуюсь вот такой вот пилой по металлу, фрезой. Даже не знаю, кольцевая пила по-моему правильно называется. Видите, я техник еще тот. Пользоваться пользуюсь, как называется, не знаю. Но вещь неплотая. Позволяет сделать быстро и четко неплохие отверстия. пилу пилу на пилу пилу поэтому будем делать потихоньку. В итоге у нас получится вот такое вот отверстие. Вот она заходит туда. Лучше это делать на станочке. В принципе, можно купить отдельно вот такую штучку в тисках. Дрелью делать очень потихоньку опять же. Но на станке это делать однозначно лучше. Дрелью не советую вам. Ну что, мои юные самодельщики. Вы уже видите самокат. А я уже вижу. Делаем вот так. Может сейчас и вы увидите. Делаем вот так. Наши отверстия. Вставляем. расстояние будем оставлять около 10 сантиметров. Для чего? Потому что, как я говорил, возможно, он будет электрический. А если он будет электрический, сюда должна помещаться вот такая батарейка. Это как самый дешевый вариант. Вот. Возможно, он будет на вот таких батареях. Поэтому мы должны оставить место для него. Ну и соответственно, будем исходить. Ширина самоката у нас будет исходить из этого. Ну и места тут тоже как бы не очень много остается. Тут мы усилим уголочком. Сюда мы сделаем колечки из трубы. По-моему, двадцатой. вот. Здесь тоже из кусков трубы сделаем площадку. Следим за проектом. Проект продолжается. Не переключаемся. Ну что ж, каких-то полчаса, нет, не полчаса, час безумного творчества. Вот уже что мы имеем. надеюсь, теперь уже все видят самокат, потому что, если кто-то не видит, тогда надо немедленно поставить дизлайк, отписаться от канала и вообще, ну, идти куда-то, я не знаю, на какой-нибудь другой канал. Вот. И оставаться там. Вот такая вот получилась заготовочка. К сожалению, сегодня нету больше времени нем заниматься, но мы его обязательно закончим. поэтому, опять же, повторюсь, кому не жалко, ставить лайкос. Остаемся на канале, ждем продолжения. Спасибо, что смотрите.